Весна пришла, дорог не стало. Это традиционная проблема большинства муниципалитетов. Сотрудники ГИБДД отправились в очередной рейд по улицам города Кирова для выявления участков проезжей части, которые требуют срочного ремонта. Уже месяц назад вот такую печальную картину представляла собой улица Труда областного центра. Автовладельцам приходилось в буквальном смысле сдавать экзамен по фигурному вождению. И сегодня вероятность того, что дорога будет отремонтирована в этом году невелика. В городском бюджете на эти работы заложено всего 45 миллионов плюс 5 миллионов на ремонт грунтовых дорог. К юбилею Победы необходимо привести в порядок больше десятка улиц. И на это администрация города была вынуждена направить средства из бюджета будущего года. Сегодня вопрос очень остро стоит по выделению денежных средств из Дорожного фонда муниципального образования города Кирова. То есть этого не будет, значит, те задачи, которые и нам поставлены, которые мы спланировали, не в полном объеме выполнены не будет. Хотя несмотря на то, что мы сегодня приняли для себя сложное решение, значит, позже брать из 16-го года, бюджете, деньги, значит, на ремонт, на работу нашего дорожного полотна. А это видео было сделано сегодня. Типичный перекресток областного центра, пересечение улиц Пятницкой Свободы. Видно, что относительно недавно дорожники заделали яму литым асфальтом, но с приходом весны талая вода выдавила большой кусок и теперь он мешает проезду. А это улица Северное Кольцо. На ней можно увидеть целый участок из ям. Единственное, что сегодня могут сделать сотрудники ГИБДД при выявлении недостатков при содержании дорог, составить акты и заставить по их результатам должностных лиц принять надлежащие меры. Напомним, что отдельное повреждение проезжей части не должно превышать по длине 15 сантиметров, ширине 60 и глубине 5 сантиметров. В случае невыполнения предписаний сотрудники госавтоинспекции выпишут административные штрафы. Санкция за невыполнение предписаний в отношении юридических лиц от 10 до 15 тысяч рублей. У нас ответственность также есть за несовредение требований при содержании дорог по обеспечению безопасности дорожного движения. Там штраф в отношении юридических лиц составляет 300 тысяч рублей. Добавим, что в этом году область получит более миллиарда рублей на реализацию проектов в сфере дорожного хозяйства. Половина из федеральных средств будет направлена на строительство путепровода «Чистые пруды». Как распределят еще 500 миллионов, пока неизвестно. Но будем надеяться, что к празднику победы городские дороги обретут должный благоустроенный вид. Михаил Кунышев, Денис Тружков, Вести, Кировская область. Продолжение следует...